Беларусь отказалась от украинской электроэнергии. Канцлер Германии защищает свою политику, а Брюссель поможет Украине с реформами. Об этом в ближайшие минуты. Здравствуйте! Беларусь отказалась от импорта украинской электроэнергии. Беларусь импортировать электроэнергию из Украины не собирается. Об этом заявил министр энергетики Владимир Потупчик. В 2015 году мы электроэнергию импортировали только из России. Что касается меморандума Белэнерго с украинской компанией, то он носит чисто технический характер. У нас есть регионы в Гомельской области, где наши сети проходят и по территории Украины. Там происходит взаимный обмен электроэнергией. Баланс у нас практически нулевой. И это не означает, что речь идет о каких-то импортных поставках в серьезных объемах, пояснил Потупчик. По его словам, в рамках модернизации белорусской энергосистемы повысилась конкурентоспособность белорусской продукции. И сегодня последовательно ведется работа по замене импорта собственной выработкой. С 2018 года мы полностью прекращаем импортные закупки электроэнергии. В рамках формирования единого энергетического рынка у нас открываются неплохие возможности для экспортных поставок электроэнергии на общий рынок, отметил глава ведомства. Эти перспективы открываются и благодаря повышению конкурентоспособности белорусской электроэнергии. Каслер Германии Ангела Меркель выступила в защиту своей политики открытых дверей по отношению к беженцам, отвергнув какие-либо ограничения от численности, прибывающих в страну мигрантов, несмотря на разногласия внутри ее собственного правительства. Меркель заявила, что у нее нет никакого плана Б по преодолению миграционного кризиса, кроме как посредством сотрудничества с Турцией. Но если Германии придется ограничить число мигрантов, которым разрешен въезд, то и этот план, по ее словам, может провалиться. Иногда я тоже в отчаянии. Некоторые вещи происходят слишком медленно. В Европе существует много противоречащих друг другу интересов, сказала Меркель в эфире немецкого телеканала. Меркель в очередной раз отметила необходимость сохранения границ Германии открытыми для мигрантов. С этим явно не согласны многие ее соотечественники, а также коалиционное правительство. Германия приняла больше миллиона просителей убежища в прошлом году, спровоцировав призывы со стороны целого ряда политиков к изменению подхода государства к проблеме с беженцами, которые ищут в Европе спасения от войн и бедствий в Сирии, Афганистане и других странах. В настоящее время Канстр столкнулась с тем, что по ее словам стало самым большим испытанием за все время в должности. В Брюсселе вчера, 29 февраля, было заключено соглашение между секретариатом Европарламента и аппаратом Верховной Рады Украины, предусматривающее сотрудничество Украины и Евросоюза по реформированию законодательного процесса и реализации соглашения об ассоциации. Об этом сообщила народный депутат от блока Петра Порошенко Светлана Залищук. Секретариат Европейского парламента заключила уникальное соглашение с аппаратом Верховной Рады о помощи в реализации реформ, по которым сегодня была презентация, сообщила Залищук. Она также назвала четыре приоритетных направления в рамках указанной сделки. Первое – это усиление конституционной роли парламента, второе – это улучшение законодательного процесса, третье – это подотчетность, прозрачность и четвертое – это помощь в реализации соглашения об ассоциации, отметила депутат. Ранее глава миссии Европарламента на Украине Пэт Кокс заявил, что будущее Украины зависит от того, как оно будет наращивать и строить свои институты. И на этом наш обзор прессы подходит к концу. Оставайтесь в Дукаскопе ТВ, у нас еще много эксклюзивного и интересного. До завтра!